Салют, с вами Хьюман и я как всегда подготовил углоточек полезной и вкусной информации. Это оно. Ну что друзья, похоже у нас сегодня с вами карточный день. И есть очень неплохие новости, даже хорошие. Потому что первая тема, о которой мы поговорим касается рекомендованных розничных цен на видеокарты. Потом посмотрим небольшой тест на видеокарточку от Intel. Следом перейдем к RTX 3050, к позорной просто видеокарте от Ampere. Посмотрим, чем у нас похожие флагманы видеокарт у Nvidia и AMD. Но под конец такая небольшая железная вакханалия при подключенном Steam Deck к внешнему графическому процессору. Ну и парочку слов о Computex, мероприятии, которые некоторые из вас могут ожидать. Погнали! Ну что друзья, флагман Родионовский 6000 серии на New Egg продается уже за 999 долларов. Как вам такой ход? И если вы вдруг захотите вспомнить статистику, то напоминаю, что еще месяцев 12 назад, да собственно не так уж давно, в плане в этом диапазоне эта карточка стала примерно 2000 долларов, иногда даже дороже. То есть по факту мы видим с вами RX 6900 XT Gaming OC, которая отдается за 1149 долларов. Но скидка в 150 зеленых дает свое дело и на выходе генерирует 999 вечно зеленых. А для трех вертушек иметь 2050 МГц, кстати, это больше, чем, скажем так, в обычной, которая имеет 2015 МГц, это очень и очень вкусно. Даже буст частота здесь будет больше 2285 против 2250. Но такой приятный движ не только с RX, а также с Nvidia. Прошу, RTX 3080 Ti на 12 гиг и оверклоченная с завода отдается всего на сотню долларов больше от рекомендуемой розничной цены. Да, 1199 баксов. Здесь у нас частота в стоке 1710 МГц, что даже немного побольше, чем в Founders Edition, где 1665 МГц. Причем именно эта модель поставляется с дискретным биосом, так что можно подрубать либо бесшумный режим карты, либо с экстремальным разгоном. Я не знаю вы помните или нет, но когда-то был у меня сюжетик с подобной видеокартой RTX 3080 Ti Vulkan, где также можно было переключать режимы. Там, блин, карточка была еще та моща. Ну и карта ближе к среднему сегменту, это RTX 3070 Ti Gaming OC. На Амазоне она отдается за 700 долларов, если точнее, то 699. Да, это еще не RFC, но тем не менее. Наценка всего лишь 100 баксов от рекомендуемой, а ранее было X2 и X3. Так что, если говорить в целом, то тенденция не может не радовать. А особенно на фоне того, что скоро у нас выходит еще и RTX 3090 Ti, AMD-шки рефреши, о которых мы с вами уже говорили, и Intel-овские видеокарты, где-то даже далеко Китай что-то пытается делать. Ну, посмотрим. И, кстати, раз уж я упомянул немножечко Intel в этой всей структуре, то предлагаю взглянуть и там, что есть интересного и вкусного по картам. И для любителей скидок, игр и софта, на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся Profit. Все ссылочки в описании. Да, недавно я вам уже давал таких заряд вкусных новостей о карточках синих, особенно о А350М, мобильной версии видеокарточек синих. Так вот, всплыла еще информация, и она, ммм, мое почтение. Так вот, эта видеокарточка от Intel A350M сейчас поставляется в эксклюзивном ноутбуке от Samsung. Если говорить конкретней, Galaxy Book 2 Pro. Если что, то A350M это начальный уровень Arc Alchemic, на борту которого процессор ACM G11, и тут у нас 768 шейдеров и 4 гига видеопамяти GDDR6. Процессор в данном ноутбуке тоже интеловский. Я, собственно, вам уже ранее говорил, почему так часто происходит и происходило, когда Intel ранее договаривается с определенными там вендорами, дистрибьюторами или партнерами, чтобы они себе ставили цпшку от Intel. Повторяться не буду, можете заглянуть в видосе. Из-за этого, кстати, и суды, и апелляции происходят до сих пор уже лет... Лет почти 20 между AMD и Intel. Ну, 15 точно. То есть там свои подковерные игры. Тем не менее, нас с вами интересуют именно тесты в играх и синтетических, допустим, хотя бы для начала. Так вот, видеокарточка Intel Arc A350M оказалась лучше, чем Nvidia MX450. Что, в принципе, неплохо, но не знаю, как вам, но мне лично хочется своими же ручками потрогать. Потому что это когда Intel говорит, что их карта лучше от другой на своих же тестах. Ну, вы понимаете. Все-таки хочется перепроверить. И раз уж мы с вами говорили ранее за частоты карты, то смею сказать, что интеловская карточка именно эта, имеет частоту 2,2 ГГц. Во всяком случае, все это красиво фиксировалось во время тестов игр. В итоге, карту в подобном ноуте, где у нас еще и находится цепешка Core i5-1240P Alder Lake, плюс 32 гига памяти и твердотельник на 1 терабайт, можно купить за 2054 бакса. Да, ноутов сейчас мало, и их где-либо купить достаточно трудно. Даже после релиза. Но об этом мы уже говорили, и Intel явно не шибко и торопится. Потому что нужно допиливать драйвера. Ну и раз уж мы с вами сравним видеокарточки, то я предлагаю сравнить не Intel с NVIDIA, а NVIDIA с NVIDIA. А почему бы и да. Ну так, чуть-чуть, на пол шишечки. Ну что, зеленые официально поделились иерархией производительности своих видеокарт. Как Ампер, так и Тьюринг. Тут у нас и GTX, и RTX 20 серии, и RTX 30 серии. И если мы внимательно приглядимся, то станет ясно, что RTX 3050 хуже абсолютно всех видеокарт 20 линейки. То есть бюджетный Ампер хуже даже, чем RTX 2060. Да, можно сказать, что это 60, а не 50, и типа сравнить не очень, но тем не менее. И все это официально подтвердили NVIDIA. Да, друзья, 3050 на 8 гиг и 128 бит будет уже медленнее, чем 6 гиговый 2060. Хотя 3050 вполне возможно все еще лучше, чем та же RX 6500 XT. Ну в которой 4 гига видеопамяти и 64 битная шина. И я уже полностью молчу за анонсированную, да, хоть и в готовых сборках, но все же 6400. Так что, да, такие вот дела у видеокарт. Однако, ребятки, не со всеми видеокарточками столь радостная история. Если мы с вами будем опираться на информацию первого списка розничных продавцов, а он актуален, дальше поймете почему, то скорее всего, рефреш видеокарточка от AMD, она же RX 6950 XT, ну будет стоить скорее всего как RTX 3090 Ti. То бишь 2400 баксов. И не пугайтесь, цены на скриншотах это австралийские доллары. Ну вот потому они и выше ценники. Причем это не просто какой-то там вшивый список, а от самой Евразийской экономической комиссии. Я о ней не раз говорил в роликах. И, кстати, обращаю ваше внимание, что уже наверняка в списке фигурируют 6950 XT, а также 6750 XT и 6650 XT. Да, 6850 XT ждать не приходится. И к слову, поскольку информация о картах именно от Гигабайта, то они готовят аж три СКУ видеокарт. Сюда входят две модели игровой серии, ну скорее всего они будут с вертушками, и одна Аурус Экстрем Ватер Форс. Да, с водоблоком. Ну а теперь перейдем к железному извращению. Моя любимая часть этого сюжета. Наш с вами товарищ с IT-пространства, естественно, под ником это Прайм, опубликовал любопытный сюжет, где он протестировал Steam Deck, который уже, кстати, гоняет на Windows 11, что важно, и подключил туда дискретную видеокарту. Да, тут, конечно, еще соль в том, что еще в начале апреля сама Valve опубликовала информацию, что уже Steam Deck поддержит 11-ую винду. В целом винду еще и 11-ую. Сыровато пока что, да, драйвера допиливают, но смысл в том, что уже установить можно и пользоваться, это отличный факт. И вот наш товарищ Прайм решил подключить дискретную видеокарту прямо в Steam Deck. Правда, в Deck нет порта Thunderbolt, так что присоединиться пришлось через слот М2. А значит, что ваша библиотека игр, ну, именно в этом конкретном случае, будет храниться уже не в SSD-шке, ну, потому что слот будет занят подключением карточки, а именно в микро-SD. И вот, увы, но ни одна из протестированных видеокарт NVIDIA не работает с консолью. Ну, чего не скажешь о AMD. Ну, собственно, и неудивительно, ведь большая часть начинки, портативки, да, это детали от AMD. Окей, давайте теперь к тестам и результатам. В итоге в 3DMark Fire Strike видеокарта RX 6900 XT набрала 26855 баллов в графическом тесте. И не забываем, что здесь у нас достаточно узкая горушка в виде центрального процессора. К слову, это у нас APU Steam Deck Van Gogh на Zen 2. Ну, и плюс у нас нестандартный коннект через M.2 видеокарточки. А если рассматривать результаты в стройке на базе RDNA 2, которая находится в Steam Deck, то результат составляет 4856 баллов. Так что, да, с RX 6900 XT Steam Deck работает в 5,5 раз быстрее. Но говоря, затестируем в Time Spy, то здесь все еще круче. Интеграшка набирает 1576 баллов, а RX оказывается в 10 раз быстрее, то есть 15579 баллов. Касаемо игровых тестов, то с подключенной RX'ей консоль вытягивает в 4К третьего Ведьмака и где-то там 108 FPS и все на ультрах. Пятую GTA-шку тоже в 4К тянет, тоже на высоких настройках графики и все это демонстрируло 74 кадра в секунду. Но в тех же новеньких, по типу Elden Ring и Cyberpunk 2077, наблюдается 47-70 FPS при Full HD на высоких настройках графики. Ну, здесь уже явно прослеживаются определенные лимиты. Как подключена видеокарта, к какому разъему, да, ну, линий и дорожек не хватает для раскрытия всей мощности и потенциала. Ну, и, естественно, узкая горушка является и процессор. Такой вот незамысловатый тест. Можете написать свое мнение о нем в комментариях. Ну, и крайняя новость на сегодня, но не менее важная. Для тех ребят, которые любят смотреть мероприятия, особенно если не могут присутствовать, а не могут многие присутствовать, так вот, будет проведен Computex уже с 24 мая по 27 мая в Тайване. Но и для тех, кто может присутствовать. Кто не может присутствовать, есть онлайн-версия, которая еще будет дольше. Также начинается с 24 мая, то есть идет параллельно, и продлится до 6 июня. Так что можно смело с вами практически 10 дней наблюдать за новинками. В первые же дни проведения Computex 2022 со вступительной речью выступит 5 руководителей разных компаний. Ну, удостоятся ли такой чести традиционные разработчики, которые нас интересуют, это AMD, NVIDIA и Intel, станет, увы, понятно из заявлений самих компаний, а вот чьи руководители будут делегировать для выступления на этом мероприятии. Ну и нередко представители самих же компаний на самом открытии Computex делятся планами на будущее. Именно поэтому последние числа мая должны быть насыщенными информационными поводами. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами как всегда Бухимон и как всегда кайфовые вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok